Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. А на баттле Майлзу ты говорил, такие как ты, молодые, агрессивные, вам в баттлы лучше не суваться. Вот поезжай, не знаю, в Сирию, будешь как пушечное мясо. Олег, ты что, долбоеб? Своё людское уважение ты в бюллетене оставил, а я всё это, к сожалению, видел своими глазами. Пока твой телевизор бело-красно-синий, и ты узнаёшь о Сирии от Сирии. Я скажу тебе честно, повода вдовы не помнят, но они заслужили как минимум, чтобы такие, как ты, раскрывали, блядь, рты только на своих ёбаных форумах. И ты мне можешь верить, тебя ждёт очень сложный месяц. Раунд. Неоднозначный раунд. Давайте так, вы не будете, по-моему, вырезать кусок и говорить, что Забе критикует Пиеман. Давайте по порядку. У Влада было несколько сильных моментов в этом раунде про «мужчины не говорят о том, о чём говорят мужчины». Про, ну, неплохой момент про кухню, про «ты не напишешь такое никогда» и ещё что-то, четвёртый, блядь, забыл. Вот. Я вообще не понял концовку. Вернее, я её понял, но она для меня звучит крайне странно. Это даже не морал фажист, вот это про, блядь... А, ну, и момент про Сирию неплохой, вот, четвёртый. Но это я, вон, сугубо в строчечном таком варианте, да, вы понимаете, о чём я говорю. Вот. Как вообще Пиеман связал, блядь, Сирию с тем, что он видел, я не знаю, было, но... Ну, видимо, он имеет в виду, что он живёт в Ростове, там, рядом Донецк, блядь, я не знаю. Честно, в биографии Пиема не копался. О, вы из Сирии. Но, блядь, типа, ещё раз, как там Олег сказал? Едьте в Сирию, вы там просто пушите на мясо. И Пием, говорит, вдовы не должны, блядь, вот, там, слушать эту хуйню, которую ты говоришь, Олег. Но, как бы, это же полная хуйня, Влад. Потому что, блядь, дело вообще не в Олеге здесь. То есть, просто, те военные, сейчас немного политики, да, блядь, которые каким-то хуем, занимаются какой-то хуйнёй в Сирии, там погибают непонятно за какой хуй. Не говорите ничего этим вдовам. Кого они там защищают в этой Сирии? Пальмир устроят, блядь? Да как бы мне поебать на них вообще? Ну, типа, блядь, военные, давайте говорить прямо, военные, которые погибают на Украине и в Сирии, для российской власти, это пушечное мясо. Не понимать этого в довольно-таки приличном возрасте, это... Чувак, чувак, алё, алё нахуй. Чё за стримом? Всё нормально, да? Не понимать этого в достаточно сознательном возрасте, это глупо. Вот. Понимаете? Типа, дело не в том, что там Олег пизданул, он не имеет права это говорить, там вдовы. Да нет! Ну, как бы, они... Ну, я, допустим, считаю не самым грамотным человеком, который, блядь... Понимаете, в чём суть? Если ты добровольно туда идёшь, в эти вот горячие точки, так называемые, да, я имею в виду Украину и Сирию, как по мне, на мой взгляд, это глупость полная. А если тебя туда кидает насильно государство, насильно подчёркиваю, то ты пушечное мясо. Тут как бы и так, и так, блядь, чё жалеть-то? Понимаете? Ну, вот. Такие дела. Ну, если тебе насрать на моё мнение, иди нахуй отсюда, дебил, зачем ты сидишь в моём эфире? Тупой идиот. Вот. Собственно, вот так. Да нет, на самом деле, это же... Ну, из-за бабок тогда я... Тогда тем более, если они идут туда воевать из-за денег. За чё там вообще, жалеть-то, блядь, кого? Ну, типа, это то же самое, как, не знаю, как жалеть киллера. Ну, это его работа просто. Вот. Он также подвергается и опасности. Собственно... Собственно, вот и всё. И поэтому эта глупейшая доёбка на уровне, не знаю, какого-то популизма, и на уровне... Вот, ты не знаешь, ты там не был... Ну, можно же просто взглянуть здраво на вещи. Вот, если, ну, как бы... Если понимать очевидные какие-то подвиги... Ну-ка, меня Владька написал... СМС-ку написал, ты не понял. Вот. Вот. Владька, ну, поясни тогда, если я не понял. Вот. Друзья... Неправильно понял, скорее всего. Антон... Сейчас позвоним. В чём проблема, господи? Сейчас посмотрим. Сейчас поговорим, друзья. Я думал, ты в скайпе наберёшь. А чё, я не понял? Чё ты, блядь, на Олежика-то набуровозил, блядь? Какая Сирия, нахуй? Тебя не слышно, но очень плохо. Говорю, какая Сирия? Блядь, тебе, короче, в комментах... В комментах написал правильно кто-то. Сейчас посмотрю. Ты сам не знаешь? Значит, смотри. Давай. Смотри, в чём доёбка. Доёбка в том, что, блядь... Ну, кстати, во-первых, я, наверное, тут объясню, в принципе, всё. И по поводу того, что я видел, потому что эта тема для шуток уже, ну, так, с месяцок. Типа, кто там, блядь, что я на войне был, всякая такая хуйня. Смотри. Короче, этот Сойер говорит в отборе Майлзу, что ты, типа... Подожди, подожди, подожди секунду. У меня донат сейчас пройдёт просто, чтобы тебя слышно было. Да, продолжай. Короче, смотри, он говорит, что, типа, такие, как ты, вот, типа, молодые, блядь, горячие, хули вы выёбываетесь, типа, нахуй в баттлы, идите, типа, в Сирию. И такие, как ты, типа, говно, там, пушечное мясо, вернётесь, типа, в гробах. Ну. Вот. Блядь, тебе не кажется, немного ебануто сравнивать, блядь, ну, вообще, типа, эти темы как-то совмещать. То есть, ну, есть люди, которые идут в баттлы. И ты говоришь, иди нахуй в Сирию, ты там, блядь, будешь никем. Ну, типа, это же, ну, вот смотри, типа, не знаю, это, вот, видимо, сейчас там кто-нибудь обрежет, куда-то там выложит. Но, ну, короче, грубо говоря, у меня у близкого, ну, родственника, муж в Сирии погиб. Вот. А как он там оказался? Это, честно, не знаю, там, вся тех хуй, знаю. Ну, вот тут, понимаешь, тут и возникает момент, о котором я сейчас говорю в эфире. Вот, если человек туда идет добровольно, я считаю, ну, нахуя, вот, объясни мне. Просто, блядь. Ну, это уже дело человека. Просто я тут, тут даже даёбка не в том, кто почему пошел. Даёбка в том, что, блядь, как ты вообще, ну, блядь, сравниваешь. Это, вот, вот, смотри, типа, я говорю, что я видел своими глазами. Я видел то, как, ну, я был на похоронах, и, ну, соответственно, там, вот, все это, все время, когда, знаешь, вот, я видел, когда, блядь, муж, типа, 40 лет седые, которые, вот, типа, они... Ну, блядь, просто вот они, ну, рыдают, типа, у гроба своего друга, вот. И, блядь, это, по-моему, вообще, ну, никак это не сравнивается, вот, эта хуйня, что ты, блядь, молодой, блядь, иди в бар, ну, там, не иди в бар, ну, ты, блядь, ну, вот, чувак пришел, бацлись, а ему говорят, иди в сирию, ты, блядь, как говно вернешься в гробу. А я вот этот видел гроб, и, ну, наверное, у меня сработало тут немножко, конечно. Это не моралфашество, я это не могу так назвать, но, наверное, какой-то вот я вот видел, и я вот, блядь, не знаю, как это вообще можно совмещать. Я тебе давай попробую объяснить, вот, почему так и чат реагирует, и почему я так и отреагировал. Смотри, у меня тоже, да, там были и есть знакомые, которые воевали в горячих точках по разным причинам. Здесь просто ситуация в том, что сейчас люди достаточно политически подкованные, да, если они не ватные, и они понимают, что конфликты с Украиной и с Сирией, это конфликт не с точки зрения защиты Родины, понимаешь, и войны за свой дом, так называемый, да. Вот если бы условный Сойер, так сказал, про какую-то, ну, там, защиту отечества, это другой разговор. Здесь огромное количество военных, насколько я, допустим, знаю, насколько это освещается, идут, первое, по причинам зарабатывания финансов туда, то есть, и по сути, они выполняют свою работу, вот, и по сути, они являются пушечным мясом, так же, как и являются пушечным мясом те, кого они убивают там. Это первое. Второе, их туда насильно забрасывает государство, вплоть до того, что отнимают там сотовые телефоны, ну, я слышал такие истории, по крайней мере, и отправляют в горячие точки. То есть, они уже, их пакуют в самолет, и они уже прямиком летят туда. И здесь отношение государства к ним, как к пушечному мясу. И возникает просто, ну, как бы тут, я просто не помню, как Олег там, в каком контексте говорил там Майлзу, но суть-то в том, получается, что конкретно вот в этих двух военных конфликтах российские войска непонятно, за что воюют, понимаешь? Вот ответьте мне на вопрос, за что они там воюют, я не знаю, допустим. Вот. И вот конкретно в чем конфликт в Сирии, кроме нефти, важен для России. А если он важен только нефтью, а не защитой Родины, да, и прикрытием этой борьбы там с кем-то и с чем-то, если смотреть трезвым взглядом, тогда люди, воюющие там, они, ну, как бы, либо на добровольной, либо не на добровольной основе подписываются не на защиту Родины, а на вот так называемое пучечное мясо, понимаешь, в чем проблема? Вот в этом, как бы, это не... Я в этом вообще проблемы не вижу. Я просто вижу, что, ну, блядь, вот не знаю, по мне просто это тема, которая вообще никак не совместима, блядь, батл рэпер... Ну, я контекст, я не помню, как Олег говорил, правда, я тебе... Ну, нет, ну, понимаешь, в батл рэпе совместимы любые темы. То есть, по сути, как бы, это же уже момент в том, что, ну, блядь, не знаю, в батл рэпе там мамок ебут, понимаешь, как бы, бывает и такое. Вот, и поэтому хуй его знает. Ну, так смотрите, ну, блядь, поэтому, ну, потому что вроде как это, ну, хуй с ним, сказал и сказал, я высказал свое мнение по поводу этого. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, просто это такая, ну, как бы, она доебкая, она немного... Смотри, а ты еще не понял, с чем... Ну, 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 ну... Ты еще не понял, с чем эти, типа, хуйни связаны. Типа, прошлый, ну, предыдущая хуйня в раунде и то, что сейчас. Типа, то, что Олег говорит, ну, о чем-то, то есть он просто, типа, освещает это, но, блядь, он этого вообще не знает. То есть он, типа, видит там какой-то, блядь, видос, комментарий, он на эту тему высказывается, но он не понимает, что по-то... Да, ну, в этом плане, да, скорее всего. И то же самое, типа, вот он говорит, блядь, да вот там, типа, идут, нахуй. Ну, то есть, я же говорю, типа, понятно, идут разные люди на разные войны. Вот, блядь, будет, нахуй, не знаю, контрактник какой-то погибнет, не важно, где в Сирии, на Украине, какая разница. Ну, то есть, типа, блядь, ну, не знаю, мне язык не повернется просто сравнивать вот это вот с пату-рэпом. Просто понимаешь, что я там, ты понимаешь, насколько пату-рэп это, ну, блядь, развлечение и все такое. Просто как бы, ну, не трогайте это, я не знаю, я не понял, факт, я не знаю, что ты знаешь. Ну, это все относительно. Это все относительно, это то же самое, знаешь, как говорить, что, понимаешь, люди погибают и убивают по разным причинам. Одно дело, когда условный сотрудник полиции погиб, ловя, там, не знаю, действительно террориста, там, не буду называть какой организации в России. Другое дело, когда этот же сотрудник полиции будет избивать битой, там, твоего друга, понимаешь, кто-то ему камнем в голову кинет. Это уже просто, типа, ну... Но по факту он погиб на задании. Понимаешь, в чем суть? Это как посмотреть, с какой точки зрения. Вот. Я, как бы, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тебе говорю, что у меня тоже, там, были и есть знакомые военные. Я просто считаю, что бывают разные ситуации, бывают разные военные конфликты. Типа, нельзя все равнять под одно. Вот если контрактник погиб, значит, ну, типа, нельзя об этом говорить, нельзя это сравнивать. Может, этот контрактник в гражданской войне не погиб. Не, я понимаю, я же тебе и говорю. Я же тебе не говорю, что так ты не можешь его говорить. Вот, кстати, вот пишут, знаешь, типа, вот я сейчас смотрю, он, по-моему, опаздывает чуть-чуть. Ну, вот говорят, что там, про Кемерово. Вот сейчас, типа, есть такая хуйня, что, ну, про Кемерово, типа, блядь, ну, вот кто запанчит, все будут, блядь, как на дну, типа, говорить, блядь, чувак, ну, ты толпаёк. Ну, согласись. Ну, это все вопрос времени. Нет, это вопрос времени, вот именно, это актуальная хуйня, поэтому сейчас, типа, за Кемерово нельзя, типа, говорить, потому что все вот только вроде переплакали, да? А типа, давайте, вот, блядь, ну, через, там, год-два про это панчить. Я не знаю, я просто, вот, ну, мое мнение, что эти темы вообще нахуй никак, вот, ну, не знаю, это очень как-то... Ну, это все относительно, я просто не помню все твои батлы, ну, неужели ты никогда не панчил про какой-нибудь 11 сентября или что-то похожее? Нет. Ну, я просто, я не в курсе. Допустим, я, если делаю какой-то панчлайн подобный, я это отвечаю с точки зрения не осквернения какой-то там памяти, да? Да, с точки зрения сравнения и, ну, проводить какие-то параллели, не знаю, сейчас донат пройдет и, ну, тебя пока они не услышат. Вот. С точки зрения, ну, как бы, показывания ситуации, не с точки зрения просто осквернения чьей-то памяти, потому что я там, меня не было этого 11 сентября, значит, я про это говорить не могу. Это трагедия. Я и так понимаю, что это трагедия. Для любого мирного человека война либо какой-то акт терроризма это естественная трагедия. Ну, типа, и дай бог нам всем мирного неба над головой и так далее, разумеется. Но просто на разные ситуации можно смотреть по-разному. Понимаешь, одно дело кощунственно к чему-то относиться, вот, и, возможно, ты это воспринял от условного Олега как кощунство. Другое дело, вот я, допустим, тебе высказываю какие-то, ну, вот сейчас в моменте разговора какие-то моменты там про Сирию, как я воспринимаю присутствие российских войск там, да? И это же не значит, что я как-то плохо отношусь к конкретным военнослужащим или к людям, которые там погибают. Я говорю о конкретных целях, конечно, то есть более с холодной головой, более, как бы, прагматично. Любая, как бы, война либо любой терроризм, это плохо, это естественно. И мирные люди от этого не должны страдать. Ну, просто у меня ощущение, что они и в Сирии мирные люди там страдают от этого, в том числе от присутствия российских войск. Там я не хочу особо углубляться и прям строить из себя эксперта, но мне кажется, что это все-таки есть какая-то доля правды в этом. Вот, и поэтому, это, понимаешь, такая сторона медали, что, как бы, я хер знаю, почему это Олег сказал, может быть, он, может быть, это просто, вот знаешь, как панч ради панча. А у тебя от этого пригорело, и с одной стороны я тебя понимаю, с другой стороны, как бы, я не знаю, блядь. Ну, неужели это был единственный соперник, который затронул подобную тему, от которой у тебя так припекло? Вот, вот что я понимаю. Ну, это, с этим соперником у меня батл был вот, ну, сейчас. Нет, ну, просто у тебя, я же говорю, там... Ну, я понимаю, я просто тебе объясняю, что таких панчуайнов очень много, они разного... Вот, блядь, тут видишь еще, в чем суть, блядь, что, у тебя стрим полетел? Не знаю, все вроде нормально было. Да? М? Сейчас, а, все, до этого у меня полетел что-то. Угу. Короче, да, вот тут тоже смотрю в этом чате, то, что люди говорят, вот именно вот смысл был в том, что он это пизданул, лишь бы пизданул. Ну, не подумав, не... Ну, как бы, блядь, не зная вот эту всю ситуацию. Точнее, не зная ситуацию, но, короче... Так, Влад, ну, это все разговоры, как бы, от бедных. Ну, давай говорить прямо, да, ты знаешь, что мы там с тобой в ровных отношениях и так далее, но тебя там тоже не было, и ты во всех этих ситуациях тоже не знаешь. Я тебе говорю, я видел эти последствия. Ну, ты видел последствия, ты видел конкретно похороны в боевой... Нет, да это понятно. То есть, я тебе еще раз говорю, любая смерть, это плохо, ну, как бы, смерть какого-то хорошего человека, допустим, да? Но конкретно там и конкретно каких-то вот этих моментов ты не знаешь... Откуда ты знаешь, сколько этот, допустим, человек там убил, к примеру? Ты же этого тоже не знаешь? Загляни под этим... Нет, 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 нет. Ты сейчас так делаешь, как будто я, типа, оправдываю этого человека. Я сказал, вообще, типа, эти темы совмещать, это пиздец. Вот меня именно пригорело, типа, именно с того... Ты даже, кстати, сейчас говоришь про то, что Сирия не Сирия, типа, ну, что можно панчить про 11 сентября. И это тоже, типа, да. Ну, не знаю, я тут про это делать не стал, но это как бы, блядь, такое. Но тут именно просто, блядь, блядь, короче, что-то... У меня аж мысль, нахуй, вылетела из головы. Да, короче, суть в том, что я... Нет, 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 смотри, то, что тут идет, блядь, сравнение. Ну, то есть, это вот, не знаю, как... Вот, смотри, тебе же, ну, не знаю, вот ты вот делаешь стрим, тебе за это платят деньги. Блядь, будут говорить, да, вот шлюха тоже пизду продает, и она за это получает деньги. Ну, как-то это тоже, не знаю, сравнение немного какое-то... Ну, глупое, да. И то, это просто глупое. А есть еще, типа, что сравнивать, сука, батл рэп и батл рэпера, блядь. Ну, молодой чувак, идет в батл рэп, а ты говоришь, блядь, короче... Нет, я не говорю, что это не глупость, что он сказал. Я просто объясняю, что у тебя это... Ну, как ты сказать, ты вроде как приебался к этому, да? Ну, я имею в виду, ты имеешь на это право, но ты из этого слишком... Ну, как тебе сказать, вот такую однобокую мораль, что ли, вывел, понимаешь? Вот в чем суть. Однобока, это моя мораль, но это, блядь, мой мораль. Ну, это, не, я понимаю, я же тебе объясняю свою... Да, не, это понятно, что это твоя мораль, но я-то, так как обсуждаю, да, вот эту мораль, я, допустим, вижу ее по-другому и не говорю, что, типа, Сойер должен был так сказать про Майлзу. Наверное, это, может быть, и звучало как-то глупо, но вот как ты мне сейчас объясняешь, да, я, правда, не помню этот момент, но суть даже не в этом. Суть в том, что, ну, как-то, я не знаю, ты как-то не по батл рэпам до него доебался. Понимаешь, ты доебался до него как по России один, вот в чем проблема. Да, я же сказал до этого, что я вот на кухне, я бы просто, блядь, ну, в простом разговоре абсолютно бы донес все. Единственное, кстати, в чем я тут накосячил в этом, ну, раунде или в батле, там, точнее, в этом куске, в концовке, то, что я реально не донес мысль грамотно, то есть в этом мой косяк. Ну, возможно. Ну, типа, бездел-бездел, ну, типа, бездел-бездел, ну, в смысле, говорил. То есть говорю-говорю, вроде как бы да, там, ну, короче, я для себя высказываю, сказал свою мысль, но по факту, когда уже батл произошел, ты когда, получается, пишешь текст, вот ты вот вспомни, как ты пишешь текст, тебе кажется, что ты полностью донес мысль. А потом ты думаешь, ну, блядь, по-моему, это не так, как надо. То есть в этом я вижу свой косяк, то, что я вот, ну, люди не поняли, что я видел своими глазами, то есть, но, ну, короче, не знаю. Ну, я тебя услышал, и ты, в принципе, меня понял, как бы, о чем я говорил, я понял, о чем ты говорил, там, люди для себя, каждый, условно, да поймет, кто из нас что хотел донести. Тут тебе пишут про бабок из подъезда, надо извиниться. Про бабок из подъезда это ты назвал панчлайном. В какой жопе, блядь, это панчлайно? Так потому что это просто стройка. А зачем? Не-не-не, смотри, ты там что-то сказал, извиняюсь, ой, блядь, критикуешь как бабки у подъезда, покупаешь, блядь, как там покупатель или какая-то. Ну, типа, да, это домкрат. Так это же, блядь, просто сравнение. Так не надо, зачем? Так зачем делать эти сравнения? Вот от этого же, блядь, ты же как ебучий, как его, нахуй, Рафаэль или Микеланджело, или кто там, как бы, в чем крутость-то, блядь, ты должен избавляться от лишнего. А в смысле этого? Да, бездатого сравнения, ну, блядь, придумай сравнение, она критикует, вот кто кого критикует. Блядь, изи, братан, изи, это легкая хуйня. Стой, это, знаешь, можно было вот как у Гнойного бывает, помнишь, как у него для тебя там и малежек будет, как, блядь, Шопен, что-то такое. Ну, типа, знаешь, то, что можно сказать по-простому, но, типа, ты начинаешь какую-то выебистую хуйню. Я не захотел выебистую. Ну, можно, нет, ну, блядь, тут суть в том, что можно найти золотую середину, как минимум. И, как бы, как тебе сказать, в том-то и прикол, что, блядь, у Батл, вот, какой нам смысл слушать совсем вот прям прямолинейную хуйню от Батл Рэперу? Блядь, ну, ты тупая пизда. Ты сказал прямолинейную, но это было охуенно, это было в точку, это было ударно. Вы еще шесть строк вырезали передать? Нет, блядь, не помню. Да, да, да. Ну, возможно, не суть. А тут, как бы, прямолинейная, это не круто, вот в чем разница. Блядь, а как тебе дис от Славяна-то, блядь? Ты где-нибудь давал комментарии свои, может, все ли? Блядь, да меня и на своих стримах, и в личке тоже... Ну, расскажи для зрителей нищего хайпа. Ну, это хуйня, ну, то есть, типа, мне говорят, вот, ну, что ты по этому поводу думаешь? А что думать по поводу, ну, диса, в котором, блядь, дисовых строчек, ну, там, 4 на 2 минуты? Ну, то есть, там, одной строчкой он задел тебя, строчки 3 мне, строчки... Не, меня он не задевал, это я сначала тоже так подумал, мне начали все объяснять, что это не про меня, а про тебя. Это про тебя? Нет, про тебя. Да нет, да. Вадька, ну, да. Ну, не суть, ты будешь как-то отвечать славянам? Подожди, ну, мы увидели, мы увидели ответку от Джона МакКоннана, МакКофе, гениальный дис в ответ. Как тебе дис Джона МакКофе? Да такой же. Такой же? Влад, ну, раз там, не, ну, раз ты считаешь, что там было про меня, знаешь, если было только про тебя, я бы еще, ну, как бы понял бы, что это твоя позиция. Ну, неужели ты за меня не захочешь отомстить ему? Как я ему, блядь, отомщу за тебя? Вызови его на баттл. Давай, короче, делай полоску на тахо, собираю. Ну, между прочим, рестораторам удаст на тахо. Думаешь? Я уверен, что, чтобы гнойный побаттлил на версию, он ему, сколько тахо стоит, я, правда, не знаю, но я думаю, что условно лям они ему дадут. Ты дурак, какой лям-то, блядь, ляма три, наверное, стоит. Ну, я не знаю, я же про то и говорю, что я не знаю, дадут ли они ему три, но ляма они ему, допустим, дадут. Ну, видишь, вот, видишь, в чем суть? Вот, как бы, он называет, мне, мне, почему мне было, вот, я-то сказал, что мне все равно это Дисна, разумеется, мне было неприятно, он называет Версус Парашей. Про Окса что-то говорит, про тебя, про Микси. Когда вы это остановите, я не знаю, просто, кто из вас будет первым. Первым вообще вышел на образуру Джон. Ну, мы... Вы решили, что негр должен умереть первым все-таки? Ну, мы полгода назад его уже один раз отловили, помнишь, что видео, где его семь чуваков пиздят ночью? Я, кстати, я так и не знаю, что это за история, ну, типа, я так видел. Ну, теперь ты знаешь, тогда зародили злые голуби. А кто, то есть, и там Джон МакКоннан был первый? Ну, блядь, я, что думаешь, помню, его ночью не видел. Ни ночью не видел, да, 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 вот тоже от таких панчей сборгались. Это, да, про бабок у подъезда, да. Влад, короче, давай так, сейчас меня ваш батл еще интереснее будет посмотреть, надо, надо... А я уже не знаю, может, даже смотреть не буду, мне это... Ты, кстати, куда там на три дня? На свадьбу. Кому? Друзьям, к кому, не на свою. Блядь, понятно, что не на свою. А что такое? Ну, ты пока там спишь, Настя на кухне много рассказывает, говорит, как уйти от него там. Да? Да, короче, да не, я просто думал, может, ты в другой город поедешь? Нет, а что? Так, ничего. Ты приезжаешь, что ли? Не-не, я потом приеду, я уезжу когда. Ну да, а в чем вопрос-то? Ну, я просто сейчас ночью улетаю. Куда? Не в Питер, в Москву. А, ну я знаю, что там это в Москве будет, и что? Ну, я же думал, блядь, ну я увидел, что ты... А, ты думал, что я поеду в Москву? Ну, я думал, молодец. Нет, у меня просто в один день, 19-го тоже. Ну, поэтому... Понятно. Да там все равно никто не найдет, господи, какая разница. Там-то территориально никто не найдет. Вот. В смысле найдет? Ну, в смысле, что я сейчас сказал число ее, и это не страшно. А. Ну, вот. Ну, короче, да, маякнешь, когда ты там приедешь. У тебя с кем баттл следующий? Да. А, ты же выкладывал историю. Ну и этот... Тогда что? А, подожди, кстати, вам дату уже сказали, или ты еще не знаешь? Да, да. Ну, напишешь тогда мне потом в личку. Ну, Олега спросишь. А, ты думаешь, я что, с Олегом пересекаюсь тут? Ну, блядь, я тебе говорю, с один человеком лучше не пересекаться. Лучше не пересекаться. Блядь, Владька, я вчера такую пару на финал замутил ты, блядь. Так, напиши мне. Напишу. Слушай, блядь, я теперь даже не знаю, что мне делать. Мне теперь лайки убирать с этих видосов про Сирию, блядь. Пиздец. Я просто не думал. С этих видосов? А. Да я смотрю обычно всякие там шоу. Ну, ебало, получишь. Ты думаешь? А про Украину можно? Ну, да. Чего? Да, да, можешь, что хочешь делать. То есть на Украину тебе наплевать? Конкретно Сирия тебя беспокоит. Ну, у меня Украина тут за окном, в принципе. Не, я тебе... У тебя за окном, ты сам говорил, обычная Россия. А уже... Ну, я же, я переехал с того района все. Переехал? Да. Чё, блядь, чё-то я ещё тебе хотел сказать. Я, кстати, да, а в этой паре на финал я присутствую или нет? Может, я не знаю. А тебя ж не отпустят. Блядь, вообще, кстати, странная хуйня. Почему Микси отпустили, а тебя не отпустят? Вот у меня вопрос. Ну, у них потому что во дворе без камер. Да, блядь, и в конечном итоге в гараже и с камерами. Это клуб был. Ну, какая разница, блядь. Блядь, позови Дуню на финал, и у нас можно будет просить. Не, на самом деле, по Батлюгу на финале спустили. Да куда, блядь, я тут уже заебусь нахуй, Батюшка. Да комплиментарный. Ну, я бы, кстати, с кем? С Терексом. С Суэром. С Терепсом. Да пошел он нам. На Терепс не будет, Батюшка. Да знаю я, у него же суперальбом. Ну, кстати, альбом охуительный. Да, я не верю в это. Ну, ты просто, блядь. Ну, просто не верю, да. Я, кстати, не знаю, а когда у тебя финал примерно? Я думаю, это будет конец сентября, начало октября. Я просто бы приехал, так-то. Без батла ты нам вообще не нужен, блядь. Только с батла. А, ну тогда иди нахуй. Ну вот, а ты... Я про Сирию запанчиваем, узнаю, что ты меня сожрешь. Ну, блядь, я к Битой Коломойскому отгуляю. Битой Коломойскому. Влад. Все, иди давай, блядь, ты там продавайся, как просто. Ты знаешь, кстати, что сборная России по футболу посвятила выход в четвертьфинал Сирии? Чего, блядь, в Таудовской Аравии? Сирии, Сирии. Ладно, Владька, давай, желаю тебе удачи. Не сиди поздно, я все время вижу, что в этом, блядь, в Плейстейшене, что ты до утра фифу играешь. Я, конечно, понимаю, что ты поставил все на рэп, но, как бы, давай займись делом. Все, давай, до связи, нам потом надо досмотреть. Пока. Друзья, ну, собственно, в прямом эфире Антон Забе только что поговорил с Владом Пьемом, обсудили актуальные вопросы. Вот. Что сказать? Ну, каждый остался в сиропе своем мнении, вы поняли, да? Главное, что обсудили и выразили свои точки зрения. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что я все равно на своей точке зрения так стоял. Вот. Спасибо.